Каждую семью в России коснулась эта война, и я считаю, что очень важно помнить о том, о чем мы должны. Это события той войны, ее последствия. Мой дедушка воевал, был ранен, и вот стихотворение, мне кажется, одно из самых ярких его частей. И выжил он, хоть и с ногой увеченной, и с правой до локтя, отхваченной рукой. Слезами мать сыночка обливала, вернулся, наконец-то сокол мой перекрестила трижды. Как бывало, пусть без руки, зато живой. В гимназии Эврику уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. В акции «Бессмертный полк» приняли участие все гимназисты и родители. Они пройдут по Анапе на параде 9 мая с портретами своих родственников-ветеранов. Лучший ученик года Артем Москвин готовится выступить на общегородской научной конференции по гражданскому, патриотическому и духовному воспитанию, которое пройдет в Анапском филиале Государственного гуманитарного университета имени Шолохова. А уже известное письмо потомкам 2045 года, главным героем которого стал прадед Артема, участник Великой Отечественной войны Василий Степанович Барабанщиков, отправлено на всероссийский конкурс «Лучший урок письма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова